Будьте особенно осторожны при работе в лаборатории именно с источником огня и спиртом. У меня был такой случай, когда я протер руки, были в перчатках, протер спиртом и непосредственно коснулся огня. У меня просто загорелись резиновые перчатки. Фактически они, можно сказать, быстренько очень начали плавиться. Поэтому очень такой момент. Держите всегда емкости со спиртом подальше от источника огня. Поэтому мы их немножко отстали. Итак, приступаем к самому волнующему и трогательному моменту. Пробки в таких вот нестандартных емкостях для работы обеззараживаются следующим образом. Очень хорошо обрабатываем спиртом, для того, чтобы он попал даже под саму пробку. И в дальнейшем я использую вот такой вот метод дезинфекции. Пусть и не видно, как спирт горит. Ну, в общем, вот таким вот образом прожигаем саму пробку. Она становится довольно-таки горячая. Можно это мероприятие даже и повторить на качество этой работы. Нам оно абсолютно не повлияет. Но нужно помнить, чем неудобны такие большие емкости. Температура нагревания горлышка очень высокая, потому что толстое стекло. И в момент вынесения самой культуры через вот это горлышко, если мы будем это долго делать, то сама культура может просто сгореть непосредственно в процессе изъятия. Поэтому это нужно делать очень четко, очень ювелирно. Ловкость рук и никакого мошенства. Ну, значит, первая и вот здесь хорошая такая агаровая среда. Мы вот сюда попробуем и изолировать вот этот шампиньон. То же самое проделаем с крышкой. Хорошо и тщательнейшим образом прожигаем саму пробку. Теперь, пока прогревается или остывает вот эти горлышко, нужно хорошо обработать лабораторную петлю. Она, само собой, что она стояла в спине.